Презентации проектов, разговор о бизнес-перспективах и, конечно, конструктивный диалог, состоящий из вопросов и ответов. Так проходят встречи с представителями бизнеса в администрации. На этот раз к главе и профильным замам пришли несколько предпринимателей, проекты которых могут быть реализованы в городском округе Щелково. Предложение по подбору реконструкции и перепрофилированию объектов капитального строительства в стационарное учреждение долговременного ухода «Центр для пожилых людей» в рамках государственно-частного партнерства поступило от председателя правления Ассоциации «Патронаж». Для этого необходимо найти соответствующее здание. Довольно разнообразные идеи представили на встрече в этот раз. Касались они как современных технологий, так и вполне социальных моментов. Еще один интересный проект по реконструкции представила организация «Фармоборона». Мы планируем реконструировать существующий лагерь в прошлом. Существовал лагерь в нашем районе. Сегодня это заброшенные корпуса. Мы хотели бы построить спортивный детский лагерь. Это где находится, скажите? Это находится в Сирково. Замечательное место, среди сосен. Я думаю, что детям там будет хорошо отдыхать. Это будет спортивный лагерь. Чтобы реализовать данный проект и реконструировать лагерь, необходима помощь в изменении вида разрешенного использования этой территории, подведение коммуникации и в других вопросах. Проект спортивного направления по вейкбордингу, который имеет популярность среди любителей водных видов спорта, хотят реализовать на территории америевского карьера. Этот сезонный спорт может привлечь людей разного возраста, а также стать весьма неплохим бизнес-проектом. Главное – соблюсти меры безопасности и понять, подходит ли сам водный объект для этих целей. Достижение поставленных целей для предпринимателей – важная и первостепенная задача. И если в достижении нужна поддержка, в администрации готовы помочь. Все проекты смотрим, сразу даю поручение, и профильные заместители будут вести до конца каждый проект, который на сегодняшний день важен для развития городского округа, для развития предпринимательства. Еще раз повторюсь, конечно же, создание рабочих мест. Лилей Тимеева, Александр Рожевский, Щелковское телевидение.